Я читал сегодня 1 миллион людей хотят выселить из Хрущевок в Москве. Что там происходит? Ты объясни. Это мега скандал. Вот просто надо знать москвичей, чтобы понимать, насколько для них важно собственное жилье. То есть недаром Булгаков говорил в свое время, писал, что квартирный вопрос испортил москвичей. И престиж, где ты живешь, там внутри Задового. Да, это тоже важно. Но главное, что даже если ты живешь и вне Задового, у тебя там даже какая-то малюсика хрущевка. Но ты москвич, ты обладатель жилья в Москве. Тебе завидуют толпы провинциалов и гастарбайтеров, которые ходят голодные по улицам и завистливо посматривают на толстеньких, хорошо одетых москвичей. Конечно, а тебе чувство себя гордо, естественно. И вдруг облом. Оказывается, по новому закону, который сейчас проходит через Думу, он пока только в первом чтении принят. По сути, получается, что если твой дом решили снести, тут проводится некое голосование. Должно быть две трети «за» от жителей. Те, кто не голосует, они считаются тут же «за» и, значит, может быть, треть «против». И после этого твой дом сносит. И главное, ты не имеешь права отказываться от того жилья, которое тебе предложат взамен. То есть, фактически люди перестают быть полноценными собственниками своего жилья. Они становятся абсолютно бесправны. Их завтра заможай куда-нибудь загонят, а отказываться уже нельзя. Есть «Новая Москва», которые фактически бывшие в Подмосковье, которые теперь тоже объявили в Москве. Да, вот куда-нибудь... Нет, это даже другое. Подольское все-таки отдельный город. Там Лешни, да? Там вся Пухов. А там «Новую Москву» сделали, и там будут строить строители свои дома. А теперь мы понимаем, зачем эту «Новую Москву» делали? Да, возможно. Мы даже не догадывались. И находки все-таки придумали. И для чего все это делается? Это делается абсолютно очевидно для того, чтобы удовлетворить безмерные аппетиты российских человек. И чиновников, и связанных с ними застройщиков, девелоперов. Сейчас этот мыльный пузырь российской, московской недвижимости, он перегрет. Значит, спрос недостаточно. И нужно влить в это деньги, и влить в это новую землю, которая освободится, когда бедных москвичей ушлют там куда-то заможай. Сразу в этот рынок пойдет и деньги государственные на переселение, и земля, изъятая у нынешних жителей Москвы. И рынок опять начнет работать, и люди заработают, реально заработают десятки, сотни миллионов долларов на этом, я имею в виду, чиновников и строителей. А они как бы интересам москвичей всем наплевать. Вот такая история. И как ты думаешь, это усилит протесты? Абсолютно точно. Навальный может радоваться. Ну, я думаю, что Навальный не радуется горю своих соотечественников. Я неправильно, я прошу извинения, я неправильно вырослез. Он этому не обрадуется, но это придаст больше мощи его в войне протеста, который он... Конечно, конечно. Это, конечно, потому что условно бороться за демократию, свободу, это одно. Абстрактно это так, да. А, оборудование. Когда тебе из-под одного места вытаскивают жилье, как бы, это все-таки другой уровень эмоциональности и затрудностей. Очевидно. Не все может быть в курсе, что на него было нападение очередной зеленкой. Это зеленка попала в глаз, и у него была потеря, даже опасность, угроза, что он может потерять глаз. И поэтому пришлось за границей лечиться. Причем даже не зеленка в этот раз, а какая-то смесь. От зеленки бы такого не было. Там они какую-то кислоту зловредную влили в эту зеленку. Поэтому такой в этот раз сильный эффект. А, там еще добавили? Да, потому что от зеленки бы этого не было. Его уже неоднократно обливали зеленкой. Практически всех российских оппозиционеров, они побывали зелеными. Это еще хорошо, их фекалиями обливают. Они отлятся на фекалии лучше, чем кому что-то. На вкус и цвет, друзья, нет, как говорят. Это ужасно. Мы из Мьомза, на самом деле. Да, это перепечально, конечно. Это ужасно, это методи 30-х годов. Когда государство прикормливает таких уродов, которые это делают, им помогают. И органы законопорядка на это закрывают глаза. Это напоминает 30-х годов, как ты в своих книгах очень хорошо описываешь. Есть даже такой пример аптечного террора. Аптечный террор. Итальянские фашисты ранее, при Муссолине, они насильно вливали в рот, в горло своим врагам касторку. То есть там врывались в редакцию, например, радиопозиционной газеты и заставляли там всех пить касторку. А теперь за место касторки зеленка у путинистов. То есть они также легко и непринужденно покупают в аптеке какие-то медикаменты. И с их помощью совершают хулиганские поступки. А власти закрывают на это глаза под предлогом, что ничего страшного. Да, это же не убили. Типа радуетесь, что не убили. У Игора в Германии вышла книга, очень успешная сейчас идет, система Путина. И там, я ее сейчас читал в отпуске, и там сравнение путинской России с фашистскими системами в Европе. И я был потрясен и в ужасе, честно признаюсь. Эти все сходства с Франко и сходства с Муссолиной, они настолько на глазу, что трудно уже уходить от этих выводов. И ты там пишешь, что это неофашистская система, которая сейчас... Да, это как реинкарнация фашизма, фашизм 2.0. Реинкарнация фашизма 2.0. И они это все под предлогом, что они борются с фашизмом. Это особый цинизм, конечно, есть. Это такой постмодернизм. Постмодернизм. Сурков же известный постмодернизм. Продолжение следует...